Жители города Жабенко с гордостью и улыбками встречают около 120 гостей из разных стран, принимающих участие в международном турнире по боксу, приуроченном ко Дню Народного Единства. Юные боксеры из Беларуси, России, Азербайджана и Узбекистана проявят физические способности и поборются за чемпионство. Торжественное открытие международного турнира по боксу состоялось на центральной площади райцентра. Статус значимого мероприятия подтвердился наличием почетных гостей в лице местных представителей власти. Дружелюбно и с открытой душой, как это принято в Беларуси, спортсмены встречали с праздничным караваем, символом урожая 2024 года. В ответ гости из Узбекистана в знак благодарности и особого уважения вручили подарки с традиционными национальными особенностями. Друзья, ваши громкие аплодисменты! Жабинка неофициально мы для себя так нескромно называем столицей бокса. И это подтверждается, конечно же, в первую очередь высокими результатами наших спортсменов и нашего тренерского состава. Для себя мы ставим определенные задачи, конечно же, и в дальнейшем развитии этого вида спорта, вообще в принципе популяризации здорового образа жизни. Ну и, наверное, тем, чем мы уже можем сегодня гордиться, это таких два главных особенных турнира, которые мы проводим ежегодно. Первый – это посвященный Дню Независимости нашей страны. И второй – в этом году мы его проводим впервые – посвященный Дню Народного Единства. Родилась такая идея – ущередить такой спортивный турнир и сделать его не просто республиканским, но и таким для начала открытым республиканским, а в будущем мы планируем его сделать международным. Турнир, посвященный Дню Народного Единства, объединил страны, познакомил непохожие друг на друга культуры и помог обрести новых друзей по интересам. Я в первый раз нахожусь на турнире и в целом по боксу в Беларуси. В целом нашей всей компании очень здесь понравилось. Нас уже пригласили на следующий год, вот мы обязательно приедем, а так в целом очень замечательно. Для некоторых белорусских спортсменов день стал значим не только потому, что состоялось открытие турнира. Перед лицом всех присутствующих наши земляки Максим Рыбак и Никита Чмуневич за свои труды были вознаграждены удостоверением мастера спорта по боксу. Глава Жабенковского района поздравил спортсменов лично. Готовился как к обычным соревнованиям, не в первый раз уже такие серьезные. Недавно он тоже в Жабенке такой международный турнир в начале лета проводился. Да, конечно нравится. Недавно мастера спорта выполнил. Планирую дальше пойти там в профессиональный бокс. Жабенка не случайно оказалась столицей международного чемпионата по боксу. В городе имеется хороший тренерский состав, что позволяет растить поколение не только сильное телом, но и духом. Учебно-спортивное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Жабенковского района» дает все условия для развития спорта. Юниоры 2009-2010 года рождения достойно представили свои города и страны. Для того, чтобы проводить такие мероприятия, конечно же, это должны быть соответственно подготовленные кадры. В первую счет, это тренерский состав и материально-техническая база. Сегодня она у нас есть. Это наш спортивный комплекс, наша спортивная школа. У нас там сегодня пять отделений по пяти видам спорта. Сегодня одно из самых результативных – это бокс. У нас есть зал бокса, у нас есть зал игровой, у нас есть бассейн, у нас есть сауна, есть объект общепитыва, буквально откроется через месяц непосредственно в спортивной школе. И вся вот эта база, которую я перечисла, она находится в одном комплексе, в одном здании. Для белорусской команды юниоров по боксу – это не просто турнир, но и возможность проявить себя в дальнейшей перспективе. У самых сильных и выносливых откроются горизонты и появится возможность выйти на новый уровень, приняв участие в первенстве по боксу в 2025 году. Здесь проводятся хорошие уже турниры и на хорошем уровне. И самое главное, что сюда приезжает именно хорошая команда. И даже можно заметить, сейчас уже приехала команда Узбекистана, команда Азербайджана, России, Беларусь. И еще самое хорошо, что этот турнир по 2009-2010 году, это в следующем году будут третьи игры СНГ. И вот как раз вот этот будет первый старт, где мы сейчас просмотрим их, сейчас вот увидим их, возьмем на заметку. И уже, кажется, к 2025 году будем вести. Бокс – вид спорта, который лучше всего отражает то, что происходит в жизни. Когда получаешь нокдаун, ты должен встать. Встать и бороться до самого конца, чтобы быть лучше, сильнее, выносливее. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.